Алтайские модельеры заявили, они могут одеть барнаульцев и даже удивить их выбором. Уже завтра пройдет Алтай Fashion Week, пока смотрят, где дизайнеры и стилисты представят свои коллекции. У нас в гостях организаторы шоу Маргарита Пикарина и Виктория Труевцева. Здравствуйте! 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 Расскажите, что нас ждет? Зарубежные марки ушли, но оказалось, нам есть что надеть. Нисколько не хуже наши модельеры, дизайнеры, которые производят у нас одежду, нежели те, кто ушли. Я бы сказала, даже лучше, потому что качество. Качество – это очень-очень большой показатель. Собственно, вот и хотим показать качество на подиуме. Конечно, у нас громкое название Fashion Week, пока что это Fashion Day, но в дальнейшем, я думаю, что мы сделаем что-то уже больше приближенное к Вику. Ну да, это был как бы тестовый проект, потому что нужно было посмотреть, как вообще дизайнеры, бренды хотят ли участвовать. Тоже такая ситуация сложная сейчас в стране. Поэтому мы тоже сомневались, смотрели, разговаривали. И поэтому пока что получается вот так. Сами бывшие модели. Мы участвовали на неделях моды. Знаем, как это, что это. И захотелось показать нашим, в принципе, почему Барнаул хуже, да? Нисколько не хуже. Никто этого никогда не делал. И что это такое? Это показ мод, это показ коллекции, тенденции, новые видения в мире моды, да? То есть все стараются показать именно какие-то фишки в моде новые, да? То есть коллекции новые отшивают. Это будут и тренчи, и какие-то костюмы, и просто повседневные платья. Большой выбор будет одежды. Конечно, будут дизайнеры, которые покажут свой стиль и коллекцию более кутюрную. Наша съемочная группа была на кастинге моделей, и мы познакомились с одним из дизайнеров. Она сказала, что на мне моя одежда, этот пиджак стоит 11 тысяч рублей. Ну, для Барнаула бешеные деньги, честно. Ну, знаете, каждому по возможностям, да, то есть все-таки есть разная линейка. То есть кто-то может себе приобрести этот пиджак, но есть и альтернатива, и мы их всех покажем. У кого есть и за 11, и меньше, да, то есть у кого... То есть рынок обширный на самом деле. Кого ждете? Взрослые девушки, студентки, мужчины, дети, мамочки? Ну, здесь, наверное, в первую очередь пока что это средний возраст, да. То есть, возможно, это, да, какие-то студенты, ну, почему бы и нет, они у нас в тренде, они одеваются. То есть почему бы не посмотреть, что у нас в принципе есть, да. Мужчины, обязательно у нас будет два мужских показа. То есть, пожалуйста, пусть все приходят. Вот будет у нас один подростковый показ. Ну, вот, возможно, в следующем году мы сделаем какое-то детское направление, потому что сейчас мы нацелены все-таки на более взрослое поколение. Ну, а вообще все, кто интересуется модой, кто хочет посмотреть красивые показы, выходы, будет столько моделей, конечно, приходите. И вообще клево провести вечер, атмосферно. В нашем городе вообще есть запрос на такие события в Гарнауле? Мне кажется, есть, ну и вообще его нужно создавать, эти запросы, и развивать насмотренность людей. То есть, если мы ничего не будем делать, как люди вообще узнают, да. Все говорят, будем одеваться в белорусский трикотаж, да. Ну, как, все равно у нас есть свой стиль, надо просто его поддержать немножко. То есть, просто помочь и все. Но сейчас же может возникнуть проблема с тканями. Многие дизайнеры могут уйти с этого рынка, и что тогда? Мы вот разговаривали с дизайнерами и брендами. Они переориентируются на другие рынки сбыта, да. То есть, выходят на, есть, например, Турция, Узбекистан, та же Индия, Китай. То есть, рынки есть, просто нужно искать, да. Какие-то поставки закрылись. Но можно найти варианты. Когда возникла идея организовать такое модное шоу? Ведь жутко, как вовремя сделали-то. Давно. Вынашиваем это в план давно. Ну, где-то, наверное, в феврале мы еще просто разговаривали, думали над проектом, разрабатывали все. И потом, как раз случились вот эти вот события. Мы решили подождать, выждать. Потому что тоже непонятная ситуация. Все в шоке. Некоторые дизайнеры или там бренды не знают, что делать с поставками также тканей и коллекций. Поэтому мы выжидали. Но потом все-таки мы с Маргаритой решились. Вот. Учились поддержкой некоторых брендов и решили сделать все-таки. На самом деле, потому что некоторые дизайнеры, некоторые бренды сразу сказали, что да, мы участвуем. Да, давайте, конечно, такая ситуация. Хочется как-то развеяться. Хочется внести каких-то ярких красок и позитивных эмоций в нашу жизнь. Вот. Были случаи, когда и говорили, что, ой, девочки, нет. Сейчас не время. Были. Не отрицаю. Но все-таки вот рискнули с поддержкой наших вот партнеров. С чем столкнулись при организации? Что такое вообще организовать масштабное, модное шоу? Это сложно. Самое сложное у нас, с чем мы столкнулись, это не поиск участников. Это место. То есть большой, хороший зал, где можно выстроить настоящий подиум, где можно разместить у нас более 70 участников. Это у нас моделей только 60 участвуют. Вот. И где, представьте, то есть еще команда разместить визажистов, парикмахеров. Тот, кто помогает. Помогает, участвует кто, да, то есть саму одежду, то есть в каждом показе будет участвовать, ну, вот стандартно 15 моделей, у кого-то 7 моделей, да, то есть, ну, по коллекциям. Вот. То есть это все нужно было разместить, чтобы это, в принципе, было на уровне, на хорошем, да, то есть не просто на улице, в принципе, да, мы в Сибири живем, как ни крути. Вот. Вот в этом была сложность, наверное, мне кажется. Все остальное более-менее нам далось, я не скажу, что легко, да, порой и сутки мы работали. Просто узнали, куда бежать, если что, к кому обращаться. Ну, опыт позволил рискнуть. Да, да, да. Это полностью своя задумка шоу или все-таки есть какие-то интеграции из других городов, из столиц, из стран? Полностью своя. Почему? Потому что, опять-таки, мы модели бывшие, мы участвовали, и мы знаем, как это. То есть у нас было не одно шоу, да, то есть мы, я делала шоу в Париже, в Китае, в Японии, в Корее, в Индии. Вот. Поэтому, то есть есть с чем сравнить. Ну, Виктория тоже у нас участвовала в разных показах. Поэтому идея-то, она всемирная. Вот. Но именно у нас она нами разработана. То есть как это будет, что это будет, какая последовательность, какая программа. То есть мы сидели, прям вот думали, предлагали, продумывали все это. Не боитесь, что реакция публики будет иной Барнауля? Все-таки в провинции живем. Нет. Почему? Наши готовы, люди. Они устали. Они хотят весны, хотят ярких красок, и мы это предоставим. И придут люди, которые готовы к этому, которые это хотели. Я думаю, что все получится. Что увидим на подиуме? Какие тенденции? Какие новинки? Что в сезоне будет? Ну, это, наверное, надо яркие краски. Да, яркие краски. Если вы отсматривали коллекции, ну, вот, на примерках, то это, да, много ярких красок. Пиджаки, костюмы. Вот если раньше были, ну, такие более приглушенные, да, то сейчас прям яркий, ярко-голубой, ярко-розовый, зеленый. То есть, и это не один цвет в коллекции, а их несколько, то есть, прям акцентные. Конечно, есть какая-то база. А вот сказали, яркие цвета этого сезона. Стоит ли столько тратить денег на них, если они, например, в следующем летом уже не будут популярны? Или это не так? Ну, вы же потом можете дальше сочетать их с какой-то другой, другими вещами. Вот вы купили, например, костюм яркого, голубого цвета, да, а на следующий год вы используете, например, только пиджак. Ну, и как бы, понятно, что мода, она идет и постоянно меняется, но качественные вещи, они всегда актуальны. А можно ли быть экологичным и модным одновременно? Ну, я считаю, что вот нужно покупать более дорогие, качественные вещи, которых ты можешь проходить не один сезон, а несколько. И не тратить однодневные, ну, на более дешевые вещи, потому что ты их постирал и выбросил. То есть, я вот за такое потребление. Лучше потратить больше, но качественно. Это сколько? У всех... Сколько стоит качество? Ну, я не знаю. Я, например, сейчас интересуюсь очень русскими дизайнерами, потому что, ну, для меня они более качественно используют. И ткани, и материалы. Например, я считаю, что нормально отдать за костюм в данной ситуации, ну, около 15 тысяч. Ну, то есть, нужно смотреть, от 10 до 20 тысяч можно костюм купить у российских дизайнеров. Платье, классическая коктейль? Ну, от 7 и выше. Ну, все зависит от того, у кого вы покупаете, что вы хотите, на что вы рассчитываете. Все можно найти, любой, в принципе, по любому карману есть. То есть, нет такого, что вот, у меня 15 тысяч, и мне их надо распределить и купить вообще там полностью весь гардероб. Ну, конечно, это невозможно. Да, то есть, как ни крути. То есть, надо быть реалистами. Вот. Но одеться можно. Можно одеться стильно, модно, молодежно. Наши дизайнеры спешат поднимать ценник? Вот последний месяц сильно взлетело что-то? Ну, относительно. Кто-то, конечно, поднимает цены, но сейчас у нас все равно тоже доллар снизился, да. Поэтому я думаю, что можно цены не настолько много поднимать, как некоторые. То есть, оправдание кошельком, оно не будет работать? Я думаю, что нет. Угу. Хорошо. Прогнозировать тяжело, потому что... Такая ситуация. Такая ситуация. Мы не знаем, по сути, что будет через два дня, через неделю, да. То есть, поэтому делать такой прогноз, но мы, как организаторы, просто не можем. Мы же сами не отшиваем это. То есть, мы отвечаем за моделей, за организацию. Что нужно, чтобы быть модным? Вот сегодня с чего начать? Я думаю, что просто нужно смотреть журналы, смотреть какие-то модные съемки, посещать наше мероприятие. И тогда, когда у вас уже развивается насмотренность, вы можете и себе что-то позволить, да, какую-то интересную вещь купить. И, то есть, уже начинаете сочетать. Почему, например, мы с Ритой? Мы с Ритой, когда на съемках столько перемерили, нам столько надели стилисты. То есть, ты уже хочешь, не хочешь, уже понимаешь, как одеваться. Потому что по сто вещей в день меняешь. И ты уже все померила, понимаешь. А, вот это на мне так сидит, а вот это на мне так сидит. Но это же тоже досмотренность. Ну да, то есть, это все-таки с опытом у нас, с опытом. И думаю, что другим людям, в принципе, тоже стоит только захотеть немножко посмотреть, да, показы. Возможно, спикеров послушать, посмотреть то, как вот они преподносят. Я говорю, очень-очень полезно. Опять-таки я про свою Женю Пашину. Очень полезно. Она ведет свой там вот канал, там, Телеграм, да, то есть, соцсети. И она прям показывает, что с чем можно сочетать. Она выставляет ценники. И вы можете, в принципе, уже заранее понять, какая сумма вам нужна. Это местные магазины. Да, это наши местные магазины, наши местные бренды, наши дизайнеры. То есть, пожалуйста, все в доступе, стоит только захотеть. Барнаву отстает от модных тенденций? Или все-таки шатка-валка, идем в ногу? Ну, вот я бы сказала, второй вариант. Чего не хватает, как думаете, женщинам, девушкам? Смелости. Да. Смелости не хватает, да. Боятся немножко зажаты. Даже вот у нас, когда модельные курсы, модельная школа, стараешься, девочки приходят, то есть кто-то через чур, да, а кто-то наоборот, более зажатый. Стараешься объяснить, снять эти зажимы, да, то есть в рамках проекта. Сложновато, но получается, в конце есть результат. Собственно, мы на подиуме и покажем, как работают наши модели, которые вот обучались нами лично. Вот это можно посмотреть и сделать выводы. В итоге, зачем закончится неделя моды, на ваш взгляд, на Алтае? Это нас с Маргаритой подстегнет сделать более масштабный, интересный Fashion Week на следующий год. То есть это будет ежегодно. Мы хотим, у нас прям мечта сделать это ежегодным, развить это, сделать это просто прям вот, чтобы люди этого ждали. Вот что хочется. Это прекрасно. Я хочу пожелать вам удачи и все-таки сказать, что это нужно. Нашему городу все-таки нужно развивать жизнь. Спасибо, спасибо большое. А я напомню, у нас в гостях были создатели Алтай Fashion Week, Маргарита Пекалина и Виктория Труевцева. Пока СМОД пройдет уже завтра. Не пропустите.